Традиционно мы сегодня обсуждаем наиболее злободневные, очень важные вопросы стратегического развития нашего государства. Почему можно сказать традиционно? Потому что на рассмотрение членами правительства, другими должностными лицами мы выносим соответствующие проблемы. На повестке сегодняшнего нашего совещания два важнейших вопроса – развитие Белорусской национальной биотехнологической корпорации и выполнение на местах программы по мелиорации. Уже год, как состоялось торжественное открытие уникального масштабного производства БНБК, мы в свое время, да и сейчас гордимся этим производством. Для старта его работы были созданы все условия, и мы договорились, что будем всячески поддерживать этот проект. Однако по представленным документам вижу, что дела обстоят не совсем так, как мы планировали. Комитет госконтроля, которому было порушено проревизировать серьезнейшим образом ситуацию БНБК, докладывает, есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода с быту готовой продукции. Все это негативно влияет на финансовые показатели БНБК. Ну, еще бы. Хотелось бы услышать от правительства четкий алгоритм устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятий. Прежде всего, как реализуются производственные планы и экспортная стратегия? Требуется ли дополнительное решение для сбалансированного развития корпорации? Я хочу, чтобы вы понимали, это имиджевый проект, очень важный технологический проект для нашей страны. Вы знаете, во что он обошелся не только мне, но и государству. Следующий насущный вопрос. Мелиорация. Год назад мы провели масштабный республиканский семинар-совещание, где определили вполне понятные задачи. Договорились о необходимости с 2023 по 2025 год объемы мелиоративных мероприятий утроить по отношению к показателю 2021 года. Как мне докладывает вице-премьер профильный, Константин Ильзайц, утроили в этом году. Но что меня удивляет, исходя из ваших писаний? Все поломано, все изломано. Из сотни там траншеекопателей только один работает и прочее, и прочее. Спасать надо мелиорацию, как отрасль. Так, ребята, а как же вы три раза увеличили за этот год? Вы что, лопатами копали траншеи? Или вы хотите желаемое выдать за действительность? Не получится. И вообще, Арман Александрович, меня присаживайтесь. Меня настораживают некоторые направления работы правительства, мягко говоря. По принципиальным вопросам вы провалили эти поручения. Это что, практикой становится правительство? Это недопустимо. Со мной это не прокатит. Губернаторы обязались ввести в сельскохозяйственный оборот в этом году 110 тысяч гектаров земель. Миллиардативных. Решения на уровне президента по финансированию работ и закупке техники приняты. Притом приняты в середине года. То есть мы тремя пальцами собрали со всех сфер и отраслей денежные ресурсы и представили для миллиардации. Однако, как мне докладывают в отдельных областях, ситуация с выполнением далека от идеальной. Для ее исправления правительство соболосполкомами инициирует, смотрите, изменение структуры выполняемых работ с концентрацией ресурсов на культуртехнической миллиардации. Культуртехника и миллиардация, хоть похожие, но разные вещи. Культуртехника – это там, где мы загадили сельскохозяйственное угодье, и там начал расти хмызняк, его надо вырубать, проводить сельскохозяйственное угодье в нормальный вид. Вот она, культуртехника. А миллиардация – это уже более серьезные вещи. Это там, где надо копать, где надо каналы прокладывать или восстанавливать, где надо прокладывать дрены для того, чтобы с полей убрать лишнюю влагу. Это уже более серьезные вещи. Не получилось копать и прокладывать дрены, спасать сельскохозяйственное угодье. Серьезным образом вы мне подкидываете инициативу все это перевести в культуртехнические работы. А завтра вы предложите за деньги, которые отпущены на миллиардацию, более серьезные деньги, перекинуть на вырубку кустарников. Так вот мое решение. Кустарники, Лиман Александрович, будете вырубать топором и лопатами. Это должны делать сельскохозяйственные предприятия, культуртехнические мероприятия. А миллиардацию будем вести так, как положено по науке. Поражает ли, Константинович, ваше отношение к этому? Вы-то это понимаете не хуже меня и с представителем присутствующих здесь миллиардаторов. Я вас предупреждал тысячу раз. Потому что мною именем революции принято решение по финансированию этих работ. Я вас предупреждал, что мы отрываем, как я часто говорю, от лекарств и прочего-прочего, для того, чтобы спасти земли сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что 8 миллиардов долларов у нас экспорт по сельхозпродукции. Чего нам не хватает? Земли, земельных ресурсов. Так у нас же простаивают полмиллиона гектаров, как минимум больше даже, то, что мы наметили по миллиардации. Надо спасти то, что сегодня можно и нужно спасти. Более того, там, где миллиарировали, безобразные отношения. А мы вложили туда деньги. Сделали поле. Как только дождь прошел, как стояла вода посреди поля, так стоит. Туда никто с плугом и бараной не заходит. Зачем мы это делаем? На более чем 10 тысяч гектаров, перечень по областям Гродно 2,2 тысячи, в Витебской и Могилевской области почти по 5 тысяч. Предлагайте провести не реконструкцию миллиаративных систем, а работы по уборке кустарников, очистке каналов, раскорчевки и другое. Ну так корчуйте, какие вам деньги? Содержать миллиаративные каналы в чистоте и в порядке, вовремя обслуживать, чтобы каждый клочок земли был все в обороте. Это святая обязанность собственника, предприятий, миллиаративных систем и сельхозорганизаций. По какой причине это не сделано? И мне не надо констатации фактов, Василий Николаевич. Не надо констатировать факты. Вы знаете, что надо делать? Совет министров ссылается на высокую степень, во-первых, износа траншея-копателей и, второе, отсутствие проектной документации на всю площадь реконструкции миллиаративных систем. Что ж это за проблема взять старую документацию? Я же вас не толкаю новые миллиаративные системы осваивать, а те, которые были освоены в советские времена, их нужно восстановить. Все. Не надо больше лезть в леса и болота. Восстановите этих полмиллиона гектаров. Потом будем вести разговор. Проектной документации у них не хватает. Канал очистить, который там зарос кустарником черт знает чем. И уложить дряну от лужи на полях в канал. Хотя бы это для того, чтобы можно было распахивать эти площади. По-хозяйски подойти. Цитирую. В республике имеется 101 траншея-копатель, из которых 99 полностью самортизированы. Пишет Головченко. Скажи честно, ты подписал то, что тебе подсунули, или ты сам пошлидал? Ну вот честно. У каждой, конечно, не проверяли. Ну, садись, спасибо. Ну, я точно. Так не подписывай то, что не проверял. Не подписывай, позови их и скажи. Как можно из сотни, которые неисправны, 99, в три раза увеличить объемы? Это же на поверхности. Слушай, но самортизировано не значит неисправно. Что значит самортизировано? Ну, мы же уже говорили насчет техники. В Гомельской области я вам показал. Неисправный трактор, неисправная сейлка, еще чего-то, комбайн. Неисправное. Давайте вернем в центры восстановления. И начали восстанавливать. Так, Иван Иванович? 50 единиц в этом году? 50 единиц. Ну, лиха беда начала. Но эти восстановленные, отремонтированные единицы в три, вы мне говорили, раза дешевле. В два. В два раза дешевле. Если комбайн или там, ну, допустим, сейлка стоит 100 тысяч долларов, восстановленная, она отличная, как новая, стоит 50 тысяч. Комбайн получился 201 тысячу, при новой стоимости 520 тысяч. Комбайн дешевле в три раза. Работать на нем можно. Я вас предупреждал по поводу амортизации. Ничего не должно амортизироваться. Все должно быть восстановлено и работать. Ведь год назад я поручал провести инвентаризацию мелиоративной техники, принять все необходимые меры по ее восстановлению, ремонту и сохранности. Когда будет результат? Если с апреля месяца не начнут работать траншеи-окопатели эти все, которые там должны быть на учете, это вам задача. Всех посадить. Публично вас предупреждаю. Сотни тысяч рублей, ну, читай, десятки тысяч долларов в землю закопаны и разобраны. Еще раз подчеркиваю, легче восстановить и отремонтировать эту технику дешевле будет, чем произвести новую. Ну, а где надо произвести десяток, полтора десятка этих траншеи-окопателей? Ну, то произведите. В январе 2023 года вы докладывали, что на основании заявок мелиоративных организаций разработали и утвердили план производства специализированной техники компании «Амкадор» и создание сервисных центров по гарантийному отслуживанию. Где это? Где? Вы же приходили и плакали за «Амкадор» вместе с Головченко. Помочь надо. Деньги выделить. Мы куда деньги выделяем? Слишком много там болтовней, а мало дела. По этому году осталось шесть траншеевых копателей. До Нового года они все были переданы в хозяйство. Десять транше-окопателей взяли изготовить... Из запланированных поставки на 2023 год из 188 единиц «Амкадоровской техники» на 12 декабря поставлена 64, третья часть. Что ты мне рассказываешь? Значит, подписано 88 машин по этому году. Подписано. Много ковшовых траншеевых копателей из того же плана. Только один из 14. Один! Абсолютно верно. Пять поставим до конца года. Все шесть будут уничтожены. Я тебя предупреждаю в последний раз. Насколько обоснованы вообще ваши подходы к изменению структуры миллиардных работ в контексте госзадачи по масштабной реконструкции миллиардных систем до 2025 года? Главный вопрос, на который мы должны ответить. Роман Александрович, ну я понимаю, у вас же докладчик другой, но вы как премьер, вот что у вас в голове по поводу миллиарации? Вот я как президент эту проблему вижу. Вот я прилетаю над страной и обычно если на восток лечу, то я через Турчина эти земли, где-то он там тоже добывал еще, огромные вот просто под Борисовым там где-то, огромные земли сельскохозяйственного назначения, которые надо спасти. Я уже говорю три года об этом, последние. Вы вместо того, чтобы их спасти, вы культуртехнику будете мне осуществлять. Ну там надо было работать и таких немало площадей. И еще у вас появилось, я уже вас предупреждал, вы показухой занимаетесь. Слушайте, я же по всей стране летаю, я вижу, где вы работаете, а где нет. И поэтому отсюда родилась эта миллиарация. Я понимаю, что надо эти земли спасти и сделать задел для наших детей, чтобы они понимали, как работать. Но вы работаете как временщики. Миллиарация действительно, наверное, последние лет 10 не уделялась должного внимания. К чему-то привело. Соответствующее подразделение, которое работало в Минске-Хоспроде и занималось вертикалью миллиарации, было расформировано. Значит, уже некоторое количество лет назад. Там осталось полтора человека, которые реально ни на что, ничем не занимались. Значит, областные миллиардативные организации были фактически в свободном плавании. Вот, а теперь вам вопрос. Кому вы, из там полтора человека, хотите отдать такую технику? Слушайте, мы же по вашему поручению с начала прошлого года занялись фактически реанимацией этой системы. Первое, с чем столкнулись, это укрепление материально-технической базы организации. Потому что там была картина абсолютно пестрая, значит, где-то было вообще все развалено. То есть техника под забором, она, ну, не было объемов работ, соответственно, люди разбежались. Во-первых, пересчитать все надо было, значит, про реализовать каждую машину, какую... И действительно, мы увидели то, что... Иван Александрович, а что у вас доста не умеют считать? Что значит пересчитать? Их 100 вы пишете. Ну что значит пересчитать? Так вы же сами говорите, пишут одно, а на самом деле другое. Поэтому, ну, пришлось вот так их пересчитывать. Кто ответил? Александрович, ну, 13 уголовных дел и 10 человек уволено по дискретирующим обстоятельствам. Идеально. Ну, пока не могу доложить. Ну, вы наказали, уволили. Они уже в частных структурах сидят, в три раза больше зарабатывают и над вами посмеиваются. Невозможно такое? Возможно. Возможно. В этом стиле вашей работы. Мы вот тут решение приняли. А там, там что? Это, Роман Александрович, называется «временщики». Что происходит в мелиорации? Значит, по нашим данным, то, что было доложено, было возбуждено 13 уголовных дел, наказаны 54 должностных лица. Значит, основная проблема, к сожалению, есть приписки. И приписки по всем областям. Самое страшное, это то, о чем вы говорили, по которым были возбуждены уголовные дела, когда была сделана мелиорация и заросло все по-новой. То есть мы деньги просто потратили... Ну, закопали. Закопали. Совершенно верно. Вот в этом случае и нами, и прокуратурой принимаются самые жесткие меры. Продолжение следует...